Здравствуйте, с вами Федерация Судебных Экспертов, канал Слово Эксперты, меня зовут Мизинцев Дмитрий. В наших предыдущих видео обзорах мы уже разговаривали о счетчиках электрической энергии и воды. Сейчас дошла очередь до счетчиков газа и тепла, поговорим о них на примере реальных запросов, которые мы получаем от наших реальных клиентов по их совершенно реальным проблемам. Итак, купили дом, все оборудование стояло. Газовый счетчик SGM-N1G9. Счетчик установлен в 2002 году, проверки сделаны в 2010 и в 2015 году. В 2015 году я сделал поверку в связи с утерей паспорта старой хозяйкой. Поверен без проблем. На той неделе пришли контролеры на проверку, сорвали их же планировочный стикер, заявили о наличии царапины на стекле, под стикером, которого я при визуальном осмотре не обнаружил. На этом основании заставили поменять счетчик. Выписали квитанцию на 240 тысяч рублей. При снятии счетчика и установке нового еще и пытались его забрать. Типа на экспертизу. Как и где сделать независимую экспертизу счетчика. Газовики снятый старый счетчик опечатали в пакете. Я и никто другой в работу счетчика за время проживания в доме не вмешивался. То, что касается газовых счетчиков. Вмешаться в его работу достаточно сложно. Для того, чтобы что-то намудрить с газовым счетчиком, его нужно полностью разобрать и собрать. Трещина на стекле, тем более которую визуально не видно, вряд ли с точки зрения здравого смысла может служить поводом для того, чтобы этот счетчик, поверенный счетчик, демонтировать, выставлять такие крупные штрафы. Здесь, в данном случае, несомненно, вам необходимо обратиться в экспертную организацию. Экспертная организация подтвердит то, что никакого вмешательства в счетчик не производилось. Будет произведена метрологическая поверка счетчика. То есть подтверждено то, что показания он снимает корректно. Правильность снятия показаний, отсутствие вмешательства в конструкцию счетчика и отсутствие внешних повреждений будет свидетельствовать о том, что эти денежные средства, которые вас пытаются взыскать, пытаются взыскать необоснованно. Но с царапиной, конечно, нужно разбираться, что это царапина или трещина или что-то еще, и есть ли она вообще. Здесь не исключены такие варианты, что газовые службы монополисты. Они, в принципе, при желании творят, что хотят. То есть при их неблагосклонном, так скажем, отношении, они могут вам очень сильно жизнь и спорт. Выставить штраф, а потом вообще отключить от газоснабжения. Поэтому, наверное, с ними бороться. А бороться в данном случае, кроме как путем проведения экспертизы, невозможно. То есть других вариантов нет. Поэтому обращайтесь. Следующий вопрос. Сломался газовый счетчик? Механический. Есть вариант, что он сломался из-за того, что в трубу вместе с газом поступала вода. Возможно ли сделать экспертизу, чтобы установить причину поломки? Значит, поступление воды в газовую магистраль. Вроде как бы с первого взгляда ситуация глупая. Но, тем не менее, в нашей практике такое было, на моей памяти, как минимум два раза. Когда приходили подключать газовую колонку, путали шланги, включали в газовый шланг водяной разъем, водяной газовый. Каким-то образом эти товарищи еще умудрились все это соединить. Ситуации такие действительно были. С краном открываете, кран идет газ. Пытаетесь зажечь газ, идет вода. Ситуации такие бывают, поэтому путем проведения экспертизы это можно подтвердить. То есть, в том вскрытии счетчика, какие-то следы жидкости мы обязательно найдем. То есть, если действительно так было в вашем случае, то это будет установлено. Поэтому газовый счетчик, потенциально пострадавший от поступления воды, можете предоставлять им экспертизу, но и проведем. Далее, по счетчикам тепловой энергии. После гидроиспытаний на теплотрассе, в дом отключали теплоснабжение. Когда подключили горячая батарея только в одну из трех батарей. Вызов сантехникам ничего не дал. Главный инженер говорит, что есть 18 градусов в квартире и делать ничего не нужно. Аргумент общий счетчик и все по счетчику. Для отключения все грелись батареи. Для отключения все батареи грелись. Теперь только одна, как кипяток. Вопрос, как заставить коммунальную службу работать, чтобы заработали остальные батареи. Плачу за отопление 2600 рублей. Ремонт патрула мне делался более 30 лет. Помогите. Коррупция не хочет платить и работать. Дом большая часть пенсионеров, работающих на военном заводе. Напишите, сколько будет стоить экспертиза. Возможно, мне удастся собрать эту сумму с уложением жилец. Не совсем вопрос про счетчик. Больше про систему отопления. Смысл здесь в чем? Что до отключения отопления все работало как надо. После отключения отопления половина радиаторов отопления перестали греться. Причина, вероятно, в том, что делали какую-то промывку. Вместо того, чтобы промыть систему отопления, в плане подготовки к отопительному сезону, обязательно есть мероприятие по промывке системы отопления. Скопившись в ней за отопительный сезон грязи, механических примесей, окалина, что-то там еще. Промывку, вероятно, провели каким-то не очень правильным образом. Вместо того, чтобы выгнать всю грязь из системы отопления, они ее забили куда-то по радиаторам. То есть циркуляция через определенные секции радиаторов или через определенные спирики прекратилась. Соответственно, какие-то радиаторы греются, какие-то перестали. Поможет здесь хорошая, нормальная, человеческая промывка системы отопления. Можете по этому поводу обращаться в суд. То есть заявление управляющей компании о том, что 18 градусов в квартире и так нормально. Она имеет право на существование, но только частично. Поскольку, с одной стороны, в квартире не должно быть ниже 18 градусов, но, с другой стороны, платите за отопление вы именно ту сумму, соответствующую количеству тепла, которое должно в вашу квартиру поступать согласно температурному графику. То есть температурный график подразумевает то, что теплоноситель должен в зависимости от температуры уличного воздуха иметь определенную температуру. И сами радиаторы должны разогреваться до температуры теплоносителя. Если у вас постоянный непрогрев радиаторов, значит вы платите за услугу, которая фактически вам не оказывается или оказывается не в полном объеме. То есть это тоже повод для подачи рискового заявления в суд. То есть все это можно зафиксировать. То есть обычно подъезжает эксперт, проводит тепловизионные обследования системы отопления. То есть все это просматривается, где, соответственно, воздушные пробки, где забито какой-то грязью, это все видно. Соответственно, на основании этого уже можно обращаться в суд, либо обращаться с досудебной претензией в управляющую компанию с требованием устранить этот бардак. Следующий запрос. Можно ли сделать экспертизу, правильно ли установлен счетчик тепла в 12-этажном доме, один подъезд на первом этаже магазина, город Юж-Корала. По счетчикам тепла, конечно, провести экспертизу правильности его установки возможно. Причем правильность установки теплощетчика, значит, она может существенно влиять на правильность его показания. То есть теплощетчик – это вещь достаточно такая хитрая, технически сложная. То есть считает он сразу несколько каналов по отоплению. То есть он меряет температуру прямого трубопровода отопления, температуру обратного трубопровода отопления, температуру в системе ГВС, расход в системе ГВС и расход в системе отопления. Это все калькулирует и получает целокалории, которые потребляет абонент. Соответственно, если требование инструкции по монтажу этого теплощетчика не выполнено, он может врать. Врать достаточно существенно. Поэтому вопрос актуальный. Мы этими вопросами занимаемся, можем провести данную экспертизу. Следующий вопрос. В декабре поставили общедомовой счетчик на тепло. У всех резко похолодели радиаторы в квартирах на последних этажах. Сливные краны. Меряем температуру воды в системе 30-35 градусов. Запросили показания счетчика. А там на входе 66 градусов, на выходе 54. Почему же у нас 30? Вариантов здесь как минимум на первый взгляд два. Либо врет счетчик, потому что в счетчик вносятся в программу все значения. То есть схема учета. Прописываются датчики все. Поэтому теоретически можно добиться того, чтобы теплощадчик неправильно считывал показания температуры. Но это достаточно технически сложно сделать. Поэтому вариант этот, на мой взгляд, достаточно маловероятен. А вот что более вероятное, это отсутствие циркуляции. Циркуляция не доходит до верхних этажей. Надо смотреть схему системы отопления. То есть в системе отопления есть прямая ветка, есть обратная ветка. То есть по прямой вода поднимается. По обратной вода опускается. Соответственно, проходит через радиаторы отопления. Отдает тепло. То есть она, если такая ситуация, что не прогреваются радиаторы на верхних этажах, то достаточно вероятно то, что циркуляция обеспечивается на нижних этажах, но не доходит до верхних этажей. То есть если есть какие-то перемычки между прямой и обраткой, то через эти перемычки вода просто по кругу возвращается туда, к узлу учета, не проходя через отопительные приборы верхних этажей. То есть здесь нужно проверять балансировку системы отопления. Обычно это проводится с применением тепловизора. То есть тепловизор он дает всю полную картину. То есть на каком участке вдруг начинают холодеть радиаторы. То есть на каких участках прекращается циркуляция. Соответственно, тепловой щетчик тоже на всякий случай нужно проверить. Проверить температуру на вводе в здание. Все эти мероприятия мы, в принципе, с легкостью реализуем. На этом все. Вопросов больше нет. Если что, пишите в комментарии. До свидания.